Руки от мамы убрали! А кто вы руки крутите? Руки от мамы убрали! Защитите меня от бандитов! Защитите меня от бандитов! Защитите меня от бандита! Снимайте и езжайте! Драку прекратите! Вот вы их попросите! Вы их остановите! Это боя гребля! Я здесь жил и гулял! Они нарушают закон, пришли на бою землю! Так судить за забор зачем нам быть? А мы и судим! Меня надо бить, не надо меня трогать руками! Решения сюда нет! Я зафиксировала! Здесь представитель власти! Здесь никто никого не бил! Кто-то рассказывает! Ты бил! Не бил! Я ввиняемый! Я людей не бью! Сейчас идет возведение забора! Это 5 августа 2021 года вдоль дома 1 на 1 по улице Фрунзе! Вот сегодня они лихо с утра начали возводить забор! Не предъявили никаких документов! Документы, которые предъявляются, не являются основанием для возведения, что это территория их! То есть они предоставили договор развития территории, где указан весь 34-й микрорайон! Но они, что теперь будут 34-й микрорайон здесь огораживать? То есть вот стоят чоповцы, охраняют их доски! Ничего не останавливается! Приехала полиция! И сейчас разбирается с документами! Мы просим вызвать кадастрового инженера, чтобы четко по границам тех территорий, которые были частным образом выкуплены застройщиком, чтобы вот этот Панферов возводил забор! А не вдоль всего нашего дома непонятно каким образом! Мы звоним во все инстанции! Не знаем, что делать! Сейчас приехала полиция, что-то там закрылась, пытается разобраться! Мы пытаемся объяснить, что так нельзя поступать, потому что территория в судах! И нам это обещал начальник 1-го отдела полиции! Вот здесь, видимо, оградили границы! И с другой стороны, где находятся гаражи, тоже подогнали технику, чтобы начать снос металлических гаражей! Люди выходят, и вот сотрудники доброго дела и сотрудники, вот молодой человек из земельных ресурсов, видимо, через рацию передают людям друг другу сигналы, как действовать! Либо сносить гаражи с той стороны, либо здесь огораживать! Вот жители защищают от установки забора по спорным территориям! И вот этот человек непонятный, который договор подряда выполняет установки забора на спорных территориях! Здесь не представился, никаких разрешительных документов не предоставил! Нету кадастрового инженера, чтобы отметить территорию! Сейчас была чуть ли не драка, потому что жители пытаются отсюда вытащить! Сотрудники полиции сообщили, что от начальства в лице Кудашкина первого дела полиции не было никаких сигналов задерживать, Останавливать огоражение территории, потому что она находится в судах! Но в предыдущей встрече 21 июля, когда жителями и представителями земельными ресурсами проходил разговор, то начальник первого дела полиции заявил, что сотрудники полиции будут приходить и пресекать установку забора! Но, к сожалению, как сегодня уже заявили, правила поменялись! От начальства теперь таких поручений... Теперь поручения другие, чтобы просто охранять порядок! То есть, порядок это имеется ввиду, когда уже морду будут друг другу бить! А то, что не предоставлены документы на установку забора перед многоэтажным домом, не указаны границы, как этот забор пойдет, они проверяются неуполновочно! То есть, можно поставить забор на любой территории, какую человек увидеть! И теперь это будет имущество застройщика, соответственно, он будет охранять свой забор! Потому что с утра они нагнали большое количество частных охранников с дубинками и пистолетами! Вот они сейчас, в том числе, сейчас мы посмотрим, стояли вдоль территории, чтобы могли установить забор! Вот Пантеров Георгий, который пугает сносом гаражей и личного имущества, тоже контролирует ситуацию! Так как договор подряда, видимо, заключен с ним на установку забора! И вот, мы видим вот этот вот ЧОП, или это частные охранники компании «Земельные ресурсы» вызваны! На них написано «Оберегая свободу» и какой-то союз! Вот, тут амбиции экипированные, ассоциации структур безопасности и строительства! Так, вот они прям названия все такие, наоборот! Кто доброе делает, кто охраняет свободу! Все черное! Вот, то есть, вот эти вот исполнители исполняют! Ну, с них, конечно, они же только деньги разрабатывают! То есть, у нас, фактически, одни исполняют, другие приказывают! Администрация здесь вообще, в Малоруке, подарила территории наши! И теперь не появляется, на письма не отвечает! Теперь это все частное! Ну, что, ребята, у нас все частные территории теперь везде больше, да? В полиции мне даже один сотрудник сказал, да, в этой стране все так! Я говорю, ну, как же в этой стране все так? Мы же должны защищать порядок сами, вникать в правовые вопросы, защищать себя! Это же в наших руках, правда? Нет, я, говорит, уеду за границу жить! Ну, то есть, как, у нас выбор какой – за границу жить? Неужели мы должны туда уезжать, чтобы наши права защищались, да? И вот так вот тоже, ну, вот, люди-исполнители, их дело маленькое, им деньги заплатили, они выполняют! Зачем им документы проверять и смотреть, что вообще в них написано? И зачем законы соблюдать, правда? Кто сильнее того и тапки, того и земля. Вот это вот... То есть, застройщик торопится до суда, видимо, начать стройку. А жители в абсолютном большинстве не согласны ни с планами, которые были представлены на публичных срочных. У нас уже тяжбы идут более пяти лет. Но, видите, нужно просто брать свои руки вот так вот и насильно. А полиция, она же только порядок охраняет. Когда, наверное, люди морду будут друг другу бить, тогда она вскользится за нас. То есть, я даже не знаю, кому верить-то вообще. Никому нельзя верить. И как нам защищать свои права? Себя защищать? Самим как-то или что? Или какие-то организации организовывать? Объясните в комментариях, пожалуйста. Я просто уже не знаю. Мы два месяца уже в этом ужасе находимся. Люди дежурили, охраняли свои гаражи. А теперь застройщик решил все огородить. Сегодня звонили стройнадзор. Нам сказали, что свою территорию он может огораживать. Мы кричим СОС, просто СОС во всей инстанции. Что нам делать? Кто должен прийти нам помочь вообще? И кто должен проверить, правильно ли этот забор устанавливается? Что дальше они планируют делать? Нам никто не объясняет. Нам предоставили договор развития территории 2013 года, который сейчас оспаривается в судах, на весь 31-34 микрорайон. Ну пусть они тогда его огораживают весь микрорайон. То есть, как это все должно происходить, непонятно. Куда не обращаешься, либо трубку не берут, либо отвечают, что да, может быть они приедут, но они там по ограниченному кругу вопросов отвечают. То есть, как вот людям действовать в данной ситуации? Как-то им нужно организовываться, наверное, или что? Или разве у нас местное самоуправление не должно решать вопросы жителей, прежде всего? Ну вот я задаю вопросы, кто может на это все ответить? Вот есть же юристы, есть... Я так понимаю, в правоохранительных органах тоже работают юристы, правда? Они понимают вообще логику защиты граждан, гражданских франций. Ну то есть, вот такая ситуация. Вот такой вот устанавливается забор. Ну в общем-то, непонятно вот, что делать. Ничего. Ничего. Так, стремится больше не у đầu, чем я бы не купит еще boys. Они будут изучать некоторые у них вот... То есть сейчас у них getting из explicения агента к требования,